Всем привет! В этом видео 5 способов создать загрузочную флешку Windows 10, то есть такую USB-флешку, с которой можно загрузить ваш компьютер или ноутбук и установить Windows 10 на компьютер. Если вам нужно запускать Windows 10 с флешки, то это можно сделать с помощью третьего способа, который также здесь будет. Итак, сначала официальный способ. Он подойдет для тех случаев, когда вам нужен оригинальный образ Windows 10, причем он автоматически будет скачан и записан на флешку. Также созданная таким способом флешка позволяет установить Windows 10 как на компьютере с Suifi и диском GPT, так и на компьютеры в режиме Legacy на диске MBR. Итак, заходим на эту страницу, ссылку я дам в описании под видео, нажимаем скачать средства сейчас, чтобы скачать Media Creation Tool для создания загрузочной флешки. После того, как скачали ее, у меня уже загружено, запускаем. Здесь отмечу пару моментов. Если у вас эта утилита по какой-то причине не работает, то это может происходить из-за двух вещей. Первое, вы ранее блокировали доступ к серверам Microsoft, например, с помощью каких-то программ для отключения слежки Windows 10 и второе, у вас недостаточно места на диске C. Эта утилита использует место на диске C, чтобы скачать файлы образа и плюс потом создать образ, который будет записан на флешку, то есть должно быть достаточно места на системном разделе диска. Нажимаем принять, в следующем окне выбираем создать установочный носитель USB устройства флеш-памяти DVD диск или ISO, далее. Здесь указываем версию Windows 10, которая вам нужна, по умолчанию выбирается та версия Windows, которая уже установлена на компьютере, но вы можете снять отметку и выбрать свой вариант, либо скачать сразу две архитектуры для 32 бит и 64 бит, выбрать язык и так далее. Раньше здесь выбиралась редакция Windows 10, сейчас один образ содержит все редакции, то есть там сразу при установке можно будет выбрать и домашнюю и профессиональную и так далее. Я оставляю рекомендуемые параметры, далее. Здесь выбираем USB устройство флеш-память, если мы хотим сразу записать на флешку. Флешка должна быть размером не меньше 8 гигабайт, все данные с нее будут удалены, плюс сейчас люди некоторые столкнулись с тем, что у них когда флешка слишком большая, например 128 гигабайт и так далее, то после записи загрузочных файлов на нее флешка уменьшается до 32 гигабайт. Это не страшно, после этого можно удалить разделы на флешке после того как вы ее использовали и все место вернется. Нажимаем далее. Выбираем вашу флешку, она уже к этому моменту должна быть подключена к компьютеру. Нажимаем далее. После этого остается только ждать, то есть будут скачаны все файлы необходимые, они будут записаны на флешку, по завершению получится сообщение, что все готово и флешку можно использовать. Как я уже сказал, загружаться можно в двух режимах, Wi-Fi и Legacy. Также если у вас на этом компьютере уже стояла лицензионная Windows 10, то при установке не нужно вводить никаких ключей, нажимаем у меня нет ключа, выбираем правильную редакцию, ставим. Здесь я дожидаться не буду, дальше все произойдет автоматически, я думаю разберетесь с этим. Следующий способ, который вообще не требует никаких программ. Если у вас флешка с файловой системой FAT32, что можно посмотреть в ее свойствах, либо вы готовы отформатировать ее в FAT32 и при этом система ставится на компьютер SUI-FI и на диск GPT, то вы можете сделать следующее. Берете образ с Windows 10, подключаете его, правый клик, подключить. После этого все вот эти файлы копируете на флешку в файловой системе FAT32. После их копирования флешка успешно загрузится на компьютерах SUI-FI для установки на диск GPT, то есть чего-то еще делать вам не придется. Следующий метод, очень популярная программа Rufus, скачать ее можно с этого сайта, ссылку я дам в описании под видео. Доступен как установщик, так и переносная версия, не требующая установки. Я ее уже скачал, запускаем программу, в поле устройства выбираем вашу флешку, куда мы будем записывать образ Windows 10. После этого вы можете либо выбрать образ, нажать кнопку выбрать и указать ваш образ, либо скачать его прямо внутри программы. Чтобы этот пункт скачать здесь в программе появился, при первом запуске вам нужно включить автоматический поиск обновлений. Далее, после того как выбрали ваш образ, вы можете выбрать целевую систему диск GPT или MBR, соответственно целевая система также изменится, также выбрать стандартная установка Windows, то есть это будет установочная флешка, либо вы можете выбрать Windows To Go, тогда загрузочная флешка будет такая, что с нее можно будет запустить Windows. Как правило все остальные вещи трогать здесь не обязательно, то есть достаточно нажать старт и пойдет запись образа на флешку и флешка будет загрузочной. У меня есть отдельное видео про использование конкретно этой программы, там описаны дополнительные нюансы, если они вам будут интересны, но как правило здесь все просто и работает сразу. Четвертый способ. Многие пользователи еще со времен Windows XP любят программу Ultra ISO для записи загрузочных флешек. Скачать ее можно с этого сайта, ссылка также будет в описании под видео. Скачиваем русскую версию откуда вам угодно, после этого запускаем программу и нажимаем пробный период, покупать ее не придется. После этого выбираем файл, открыть и указываем файл вашего образа. Windows 10 1903 у меня. После этого самозагрузка, записать образ жесткого диска. В следующем окне выбираем вашу флешку, вот она у меня, файл образа уже указан, все остальное как правило опять же менять не нужно, просто нажимаем записать и ждем когда файл образа будет записан. Форматирование произойдет автоматически, то есть все данные с флешки как и во всех остальных случаях будут удалены. После этого опять же отключаем флешку, пользуемся, загружаем компьютер или ноутбук с нее, устанавливаем систему. И наконец пятый способ программы Win Setup from USB. Официальный сайт вот этот, ссылка также в описании под видео, ссылки на загрузку разных версий программы прямо на странице. После того как скачали и распаковали эту программу запускаем ее. В чем особенность? Эта программа позволяет вам записать несколько разных образов на вашу флешку. После того как запустили программу ваша флешка определилась, если у вас несколько USB накопителей выбираем нужную. При первом использовании я рекомендую отформатировать флешку, нажать вот эту отметку, потом выбрать файловую систему. Если вы ставите на компьютер в UEFI режиме на диске GPT, то оставляйте FAT32. Если будете использовать эту флешку только для legacy установки, то есть на MBR диск, тогда можно поставить ENTFS. После этого, если нам нужно добавить образ Windows 10, отмечаем вот эту отметку Windows Vista 7.8.10 и указываем путь к образу. Если у вас выбрана файловая система FAT32, а образ слишком большой, чтобы поместить его на эту файловую систему, то вам сообщают, что образ будет разбит на несколько частей, при этом загрузка с этого образа должна будет все равно произойти успешно. Только учитывайте один момент, для загрузки с флешки, созданной этой программой, придется отключить Secure Boot, то есть безопасную загрузку в BIOS вашего компьютера. Нажимаем ОК. После этого вы можете добавить другие образы. После этого нажимаем GO и происходит запись образа на флешку. Вас предупреждают о том, что все данные с нее будут удалены. Соглашаемся. Соглашаемся. После этого останется только дождаться, когда флешка будет записана. Чтобы на нее потом добавить другие образы, в следующий раз также запускаем эту программу, но уже не форматируем флешку, а просто добавляем какие конкретно нам образы нужны, то есть, например, мы можем добавить дополнительные образы Windows 10 на ту же самую флешку, не удаляя те данные, которые на ней уже есть. Вот, собственно, так это все работает. И не забываем, как я уже сказал, что нужно отключать безопасную загрузку. На этом все, флешка записана, можно пользоваться. И, как я уже сказал, можно добавлять другие образы. Собственно, все. Опять способов есть. На самом деле, можно придумывать и больше, можно и 10 способов сделать и так далее, но, думаю, в любом случае, тех, которые уже были показаны, для большинства задач вам хватит. Спасибо за внимание, удачи!